Здравствуйте! Сегодня среда и очередной выпуск программы о предпринимателях и для предпринимателей. Прошедшая неделя была полна мероприятиями республиканского и международного масштаба. Предприниматели решали свои проблемы, устанавливали деловые контакты, продвигали свою продукцию на внешние рынки, а также получали консультации зарубежных экспертов. Проблемы шумерлинских предпринимателей. Откровенно, она сущна. Чувашско-Австрийское деловое сотрудничество. Итоги и перспективы. Презентация Чувашской республики в посольстве Индии. Репортаж с места событий. Зарубежные эксперты для чувашских предпринимателей. Первый опыт и результаты. Встреча лицом к лицу. Откровенная беседа шумерлинских предпринимателей и министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской республики. Подробности в нашем репортаже. Весьма результативным оказался визит министра, курирующего предпринимательства в республике Алексея Табакова в город Шумерлю. С точки зрения развития, по данным статистики, шумерли выглядит как весьма активное муниципальное образование в этом плане. Вы как основной такой город, благодаря тому еще раз, что у вас больше, самое большое количество университета на душу населения, в Чувашской республике может являться определенным индикатором. Центральным вопросом обсуждения стала тема возросших отчислений в пенсионный фонд для предпринимателей. Основной акцент как раз пенсионной стратегии реформы заключается в том, чтобы индивидуальных предпринимателей подвести ко всем тем льготам, в том числе и стандартам, которые существуют для обычного наемного работника. То есть, когда вы будете пенсионером, вы будете обладать всеми теми же правами, что и обычный наемный работник. То есть, если вы получаете дополнительный доход, то, соответственно, у вас будет пересчитываться 50%. Совершенно верно. То есть, вы, наоборот, в результате пенсионной реформы, в том числе, приобретаете свои дополнительные права. Не удержались предприниматели от вопросов о поддержке малого бизнеса. Вы, в том числе, в своей речи указывали на то, что поддержка малого бизнеса касается большей части не торговли. Я считаю, что все-таки торговля – это важный показатель экономики любого города. Потому что даже торговля, которая приносит минимумный доход, или сейчас патент, это важный показатель для экономики, особенно маленьких на годах. Для того, чтобы торговать, надо все-таки чем-то торговать. То есть, в общем-то, поэтому уже заходя вообще в экономическую теорию, мы понимаем, что торговля существует только в том случае, если есть производство. Если не будет производства, мы можем, скажем так, может быть, долгое время торговать тем, что к нам заводится со стороны, но как экономика мы существовать не сможем. Встреча с Министерством экономического развития очень хорошее, приятное впечатление сегодня было. Я многое узнал. Ну и, в принципе, общение было очень такое, так, доброжелательное. Я считаю, встреча была очень для всех полезной. В республике с экономической миссией побывали представители австрийских фирм. Состоялась биржа контактов. Есть ли результаты? Формат B2B предполагает деловое общение в течение часа. За это время нужно не только рассказать о деятельности своей фирмы, но и попытаться заинтересовать собеседника. Обменяться опытом, контактами. И, если возможно, даже подписать контракт или соглашение, заключить перспективную сделку. Мы, наша основная задача, это, кроме того, как завлечь сюда, ну, вернее, как предоставить площадку для реализации их продукции здесь, да. Потому что наш рынок все равно является привлекательным достаточно. Так и оказать содействие организациям по реализации совместно здесь проекта. А мы перед собой основная задача, это локализовать здесь производство с участием австрийской компании. Производители, во-первых, очень интересные, насосное оборудование для нашей республики очень актуально, именно для города Чебоксары. Поскольку у нас здесь есть и водоканал, здесь и инженерная защита, это, вы видите, и фонтаны, и обеспечение заводжей водой и так далее. Потом, кстати, это насосы же и применяются у нас и в электротехнической продукции, для тоже реализации совместного проекта федеральной сетевой компании. Второй, это компания, которая может предложить мини-пиварень на установке для ресторанного бизнеса. Темами обсуждения стали перспективы и пути решения проблем в различных отраслях экономики, таких как энергетика, строительство, деревообработка, архитектура, медицина, ресторанный бизнес и другие. Представители австрийской фирмы «Хайдельмайер» в Чувашии впервые, но очень надеются, что с республикой их будет связывать долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество. Есть новая программа по изготовлению форм для мусорных контейнеров огромных объемов, 1100 литров. В перспективе совместного сотрудничества именно в автомобильной промышленности также заинтересуются, может быть, некоторые автомобильные концерты, изготовления для запчастей для автомобилей и пластмассов, конечно. Мы заранее уже познакомились с некоторыми фирмами, которые работают в России. Но это наш первый шаг на российском рынке. И мы ожидаем тем более нового что-то от этой встречи. Биржа контактов – удачная площадка для бизнеса, считают и представители Чебоксарского электромеханического завода. Предполагаем, что эта встреча была плодотворной. И какие-то наметки по дальнейшей работе с этой компанией у нас уже есть. И мы запланировали встречу сейчас в Москве с ними для продолжения плодотворного сотрудничества. Надеюсь, эта встреча не останется просто встречей. И мы в этом году введем линию горячего сынкования на нашем заводе. Введение вот этой линии горячего сынкования, в первую очередь, повысит качество нашего оборудования. Сразу же после биржи контактов австрийская делегация посетила ведущие промышленные предприятия республики. Такие как АКОНТ, концерно-тракторные заводы и другие. Взаимодействие с иностранными партнерами продолжилось на высоком уровне в столице страны. С презентацией делового экономического потенциала республика выступила перед представителями индийских компаний в посольстве Индии в городе Москва. Репортаж об этом смотрите с места событий. Индия и Чувашия – давние партнеры. Рекордная сумма внешнеторгового оборота – более 230 тысяч долларов. Этого абсолютного предела удалось достичь 4 года назад. Сейчас за рубеж экспортируется в два раза меньше товаров, но вернуть былое. Партнеры все-таки рассчитывают. Есть интерес и наши предприятия участвуют не единожды в выставках, которые проходили в Индии. И мы видим, как серьезно развивается ваша страна. И, соответственно, надеемся, что будем взаимно полезны к этому. О Чувашии индийский посол знает не понаслышке. В последний раз Аджай Малхотра приезжал сюда в ноябре прошлого года. Именно тогда удалось договориться о масштабной презентации региона в Москве. Сейчас важно познакомить предпринимателей обеих республик. Укрепить двухсторонние связи удастся уверенные чувашские и индийские представители. Были визиты предпринимателей Чувашии и министерства в республику Индия. Мы принимали участие в выставках, которые проводились в республике Индия. Я надеюсь, что все эти контакты сегодня будут усилены. И мы с вами в дальнейшем получим положительные результаты. Шесть лет назад делегация Чувашии уже встречалась с деловыми кругами Индии. Тогда за рубеж приехали руководители крупнейших заводов республики. Последовал и ответный визит. В 2009 году индийские бизнесмены приняли участие в Чебоксарском экономическом форуме. Пик экспорта и импорта между партнерами пришелся именно на этот период. Но и сейчас в сфере торговли наметились хорошие перспективы. Экономика Индии в последние годы развивается планомерно. Без сбоев на протяжении последних 10 лет с темпами примерно 5-7% в год срос. Это означает, что там возникают новые производства и новый спрос на новую высокотехнологическую продукцию. Я надеюсь, что наши предприятия в том числе смогут предложить свои или услуги, или свою продукцию для этого сотрудничества. Пока в Индию свои товары экспортируют только крупные заводы. Но предприниматели из той и с другой стороны ищут новые ниши. В ближайшее время зарубежные партнеры планируют заключить договоры на поставку бульдозеров, химической продукции и ткацких станков. В Индии спрос на это оборудование большой. В стране работает много текстильных предприятий. Товарооборот между республиками возможно увеличить в разы. В перспективе можно где-то 30-40 миллионов долларов в году. Это совсем реально. И если все найдут хорошие партнеры, даже больше. Экспортировать в Индию свои товары планируют и малые предприятия. Предложить Чувашии есть что. Сам чрезвычайный и полномочный посол попросил увеличить поставки чебоксарских конфет. В их стране эта продукция пользуется большим спросом. Налаживать рассчитывают и культурные связи. Возможно, что в республику в ближайшее время из-за рубежа приедут известные певцы и музыканты. С индийской культурой жители Чувашии на протяжении 7 лет знакомят в одном из выставочных центров. Сюда уже приглашали артистов Болливуда. Организовывали масштабные выставки и мастер-классы по танцам. За несколько дней до презентации здесь провели конкурс детских рисунков. На суд жюри поступило более 400 работ. Самые лучшие привезли в посольство. Индия очень интересная страна. И мне кажется, нас очень многое объединяет. Многое есть сходного в наших культурах, в танцах, в языке. Прямо на сцене посольства чувашские артисты познакомили бизнес-элиту с национальными обычаями. Вот так в старину местные жители отбивали ткань для вышивки. Сделать это также искусно попробовали и иностранные гости. Последний штрих презентации – индийский танец Катхак. Возможно, что чебоксарцы в скором времени увидят его воочию. От подобных встреч ждут большой эффект, и они не последние. В ближайшее время в республику со своей бизнес-миссией прибудут индийские предприниматели. Ответный визит в эту страну готовит и чувашская сторона. В Чувашии побывал генеральный директор Европейской бизнес-ассамблеи господин Джон Неттинг. Актуальные вопросы современного бизнеса – это поиск инвесторов и выход на внешние рынки. Что нового и важного привнес европейский бизнес-эксперт в чувашскую бизнес-реальность? Внутренний рынок освоен. Компания доросла до того, чтобы двигаться дальше, выходить на рынок внешний. Как грамотно действовать и какие шаги предпринять? Об этом шла речь на семинаре для руководителей компании Чувашия. Мероприятие было посвящено поддержке компаний, желающих либо начать свой экспорт, либо уже осуществляющих для того, чтобы понять, как более правильно действовать на рынках, как более грамотно поступать, для того, чтобы достигать успеха в коммуникации с другой стороной, для того, чтобы более эффективно и продуктивно продвигать интересы своего бизнеса, бизнеса из России, из Чувашии на внешних рынках. Профессор Оксфордского университета и генеральный директор Европейской бизнес-ассамблеи Джон Неттинг подметил общие характерные черты предприятий республики и рассказал, на что специалистам стоит обратить особое внимание. Впрочем, Неттинг не только поделился знаниями, но и оценил перспективы предприятий республики. Я считаю, что сегодняшнее событие, оно очень успешно, потому что люди открыты, и из-за открытости они, конечно, смогут привнести определенное отношение к новым каким-то вещам и двинуться в каких-то новых направлениях. А в завершении полезная информация для предпринимателей. Увидимся в эфире 10 апреля. Редактор субтитров А.Семкин